Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой сессии. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по оценке экономических условий бизнес-оптимизма от ЗЮ Германии в 10.00 по GMT. Далее в 12.30 по GMT статистика по инфляции в Канаде и в 20.30 по GMT отчет от Американского института нефти по запасам нефти США, который предваряет официальную статистику от администрации энергетической информации, релиз, который обычно публикуется в среду. То есть относительно день спокойный, но опять же это подготовка к релизам куда более значимым, которые будут позже на этой неделе. Сегодня еще и стартует двухдневное заседание американского регулятора, завтра будут подведены итоги. И вот это вот событие как раз ожидаемый потенциальный триггер, который точно окажет значительное влияние на позиции американского доллара. И в идеале бы уже дождаться, безусловно, того, какое решение будет принято. Хотя здесь нет сомнений в том, что, разумеется, ставку оставят на прежнем уровне. Но нас изначально больше интересует риторика руководства американского регулятора. И только после этого добавлять в портфель какие-то дополнительные инвестидеи, может быть, уточнять прогнозы, перспективы относительно динамики других инструментов. Я предлагаю в текущих условиях сейчас сильно не распыляться на те инструменты, за которыми мы будем следить и сфокусироваться на основных, которые уже торгуем и где уже есть очень хорошие результаты. Индекс доллара 103.35. Новые локальные максимумы, как отмечалось ранее, были серьезные, весомые основания для роста и покупатели сохраняют в инициативу. Блок статистики по инфляции, со всех сторон мы ее анализировали, февральская статистика США на прошлой неделе, на вебинаре, да и, собственно, на брифинге, который я провел вчера. Рост индекса потребительских цен, рост промышленной инфляции – все это основания и условия для потенциального переноса сроков по смягчению американской монетарной политики. Сейчас даже большинство инвестбанков, аналитиков спекулируют на идее того, сколько раз Федрезерфа снизит ключевую процентную ставку. Я считаю, что вряд ли это будет прям в 4 снижение, как прогнозируют многие. В лучшем случае, наверное, 3. Хотя абсолютно не удивлюсь, если в конечном счете мы придем к тому, что ФРС позволит себе лишь два послабления монетарной политики шагом в 25 базисных пунктов. Но это сейчас как раз идея оценивается, скажем так, в ключевом порядке, потому что вы все видите, какие экономические условия сейчас в США. Вы понимаете, что те основания, которые присутствуют на рынке, они оказывают разгоняющее воздействие на показатели инфляции и сдерживают или ограничивают возможности американского регулятора по более агрессивному смягчению национальной монетарной политики. Инструмент FedWatch Tool, за которым мы постоянно следим, и это правильно, потому что каждый значимый отчет, нужно дождаться его выхода и после смотреть, как рынок оценивает шансы на изменение политики. Вчера мы говорили о вероятности в районе 55%, сегодня уже вероятность снижения ставки в июне. Это надо уточнить. Сегодня эта вероятность уже 50%. То есть будет еще пару сильных отчетов по рынку труда и подтверждение тенденции усиления инфляционного давления, и рынок начнет смещать сроки уже снижения ставки с июня на июль. Доллар, я думаю, что в этом случае будет в очень хорошем настроении, и это позволит покупателям, которые сидят в этом инструменте, отправить индекс выше отметки 104. Это основной сценарий, и я его пока придерживаюсь. Еще один фактор поддержки для доллара – это продолжающийся рост доходности американских облигаций. Сегодня это уже доходность по эталонным десятилетним трежерис – 4,31% максимум с ноября прошлого года. Параллельно с идеей доллара не забывайте про то, что рост доходности трежерис, потенциальное укрепление американской валюты – это негативные факторы для золота. Золото сейчас 2159 долларов за тройскую унцию. Знаю, что очень заманчиво сейчас снова приобщиться к этому активу в расчете на обновление локальных максимумов. Они возможны, я это допускаю. Но учитывая то, что у нас на носу ФРС, учитывая, что мы понимаем, фундаментально сейчас нет оснований для роста золота, учитывая, что на него будет давить доходность трежерис и доллар, я бы снова рекомендовал вам оставить этот инструмент, пока про запасы и не предпринимать никакой торговой активности. Евро против доллара 1,0870, ниже отметки 1,09, тоже в соответствии с ожиданиями и прогнозами. Данные по инфляции, финальная оценка, опять же, снижение в годовом выражении основного индекса потребительских цен 2,8% до 2,6%, базовый индекс потребительских цен также скорректировался с 3,3% до 3,1%. Много раз уже отмечал снижение инфляции, условия для смягчения экономической политики. Я надеюсь, что ИЦБ пойдет на это самое смягчение еще до июньского заседания. Ждем сегодня индексы бизнеса оптимизма и оценки экономических условий от ЗЮ. Можете посмотреть по прогнозам. Скорее всего, после данных по промышленному сектору и самого факта того, что Германия оказалась в рецессии, статистика будет так себе. И эти релизы могут стать дополнительным источником ослабления позиций главного валютного риска. Американский фондовый рынок S&P 500 5207 пунктов. Цели на обновление новых максимумов, они все так же актуальны. Фондовый рынок – это среда, которую сейчас представляют исключительно покупатели, и остановить их, мне кажется, будет очень трудно. Уже сколько раз они нам доказывали, что вообще не замечают никакое проявление негатива. С чем бы он ни был связан, с геополитикой, либо с локальной статистикой. И вот настолько мощным трендом сейчас, конечно же, нужно пользоваться. Хотя изначально нужно понимать, что торговля на перекупленном рынке, она может быть сопряжена с значительными коррекциями. Но в данном случае те, кто все-таки будет более уверен в этих длинных позициях, они могут получить куда более солидную и существенную прибыль. Доллар-иена, друзья, мы добрались до нашей цели 150, текущей котировки 150.20. И самое интересное, мы улетели к этому психологическому значению на историческом решении Банка Японии взять и поднять ключевую процентную ставку, увести ее с отрицательной территории на нулевую отметку. Это, собственно, смена вектора денежно-кредитной политики, который продолжался 2016 года. И я думаю, что рынок сегодня весь день будет обсуждать итоги этого заседания. Отсюда будет соответствующая волатильность. Но нужно также осознавать, что ужесточение монетарной политики – это фактор, который может оказать поддержку национальной валюте. Мы прогнозировали, что на волатильности по факту этого решения мы сможем достичь цели 150. И несмотря на то, что сейчас наиболее, наверное, если оценить текущую динамику, вероятным движением для пар является продолжение роста, я бы рекомендовал фиксироваться уже сейчас, потому что может наступить значительная коррекция. Позже мы вернемся к этой валютной паре. Будут хорошие, интересные уровни возможностей. Я их обязательно прокомментирую. И рынок нефти – 86.70. Ждем еще выше. Вчера перечислил факторы, которые поддерживают нефтянку, сантимент. Оптимистичные прогнозы по объемам потребления нефти со стороны мировой экономики, причем оценки от ОПЕК и Международного аналитического агентства. Позитивная статистика из Китая. И вот последние новости о том, что Ирак дополнительно снизит экспортные поставки на 100 тысяч баррелей в сутки, правда, в рамках сделки ОПЕК. В любом случае, фон пока идеальный для того, чтобы удерживать длинные позиции. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.